Прошедшая весна в Череповце была сложной. Неустойчивая погода привела к появлению на дорогах ям и выбоев. Автолюбители жаловались на дорожников, а те в свою очередь на погоду. Исправлять ситуацию приходилось в авральном режиме, используя современную технику. Ремонт дорожного полотна с тройно-инъекционным методом. Объем, который заложен в муниципальный контракт, составляет порядка 13,5 тысяч метров квадратных. Могу сказать, что основную часть этого объема, естественно, что мы выполняли сразу после весенней распутицы, то есть это начиная с апреля по июнь включительно. И за эти три месяца мы сделали более 9,5 тысяч метров квадратных по всему городу. Заплаты после пневмонабрызга простоят как минимум год. Такую на них дают гарантии. После аварийных ремонтов дорожники сразу же приступили к ремонтам картами. В порядок привели часть самых проблемных улиц – Парково, Чкалово, Столеваров. Отремонтировали свыше 80 тысяч квадратных метров полотна. На это из городской казны было выделено 68 миллионов рублей. Коммунальщики рапортовали о хорошем и безаварийном состоянии дорог. Правда, разделяет это мнение не каждый автомобилист. Дороги отручительные, особенно во дворах. По дорогам очень много работает, на самом деле, чем кажется. Сделали только центральные. За последнее время, конечно, дороги делают. Дороги стали намного лучше, но есть еще над чем работать. У моста сейчас выезд плохой, кстати, провалилась там, где делали ремонт. Ну, не по всем улицам, но есть. Есть отдельные участки. Проблемными остаются городские дворы. Денег на то, чтобы привести их в порядок, в этом году не было. Не появятся они, утверждают специалисты и в следующем. В этом сезоне пришлось ограничиться ремонтом проездов и заездов. Сделали порядка 7 тысяч квадратных метров. Сегодня дорожники продолжают работу. Проливают битумом трещины в асфальте. Как бы стараемся, как бы все проливать, но сейчас, как бы, больше большие проливаем трещины. Ну, так задача чудом. Чтобы было, когда дороги в основном залиты. Ну, вровень-то было. По контракту это 71 тысяча погонных метров. До 24 октября дорожники должны отремонтировать пешеходные переходы и тротуары во всех районах города. Порядка 5 тысяч квадратных метров. Ну, а завершит ремонтную кампанию. В этом году приведение в порядок Советского проспекта. Здесь поменяют тротуарную плитку. На это выделено порядка миллиона рублей. Уже сейчас идет подготовка к следующему сезону. Мы с учетом существующих проблем сейчас, которые выявились, с учетом того, что необходимо будет делать и в зимний период, и с тем, что, понятно, в весенний период 2015 года, также дорожная палата должна приведать в порядок. Сделаны соответствующие расчеты, они направлены в инуправление, и сейчас мы будем формировать бюджет на 2015 год. Планы на будущий год весьма скромные. Ямочный ремонт, ремонт картами. А вот на капитальный ремонт самых проблемных улиц города, Парковую, Мироборшотскую и Безымянную, как уже подсчитали, денег не хватит.